Больше 300 миллионов рублей будет выделено в этом году только из федерального бюджета на социальные проекты в области. В том числе деньги пойдут и на реализацию проекта по поддержке местных инициатив. Правда, некоторые проекты, которые уже выиграли гранты, могут и не получить деньги. С чем это связано, выясняла Анастасия Шерстнева. Лавочки будут вдоль тропинок, я думаю, но это уже потом определимо. Дорожки из брусчатки, освещение, урны и скамейки – все это должно появиться в сквере 40-летия Радужного уже в этом году. Проект занял первое место среди участников ППМИ-2016, рассказывает руководитель проекта Михаил Целаусов. На его реализацию выделят средства из городского и областного бюджетов. Но помимо этого, согласно правилам ППМИ, самим жителям Радужного необходимо собрать чуть более 400 тысяч рублей. Но пока денег недостаточно. Сложности, как всегда, в проектах ППМИ возникают со сбором средств населения. Так как у нас социальный проект, мы собираем деньги со всего Радужного, и это вызывает свои сложности. Деньги должны быть собраны в течение марта. А сейчас уже середина марта, поэтому мы немного торопимся. Немного торопятся и руководители проекта «Парк молодежный» в чистых прудах. Правда, в течение месяца нужно собрать меньшую сумму – всего 100 тысяч, говорит активист Виталий Рожнев. Но пока нет и половины. Планируется, что на этой заброшенной территории будут посажены деревья и сделаны дорожки. Хотя не все жители согласны выделить свои деньги на проект. К сожалению, я бы сказал, наверное, процентов 10 на 90. Вот 10 процентов, которые активно участвуют, они себя и вообще в жизни района проявляют, пытаются где-то там на субботнике ходят, еще что-то. И, соответственно, в сборе средств участвуют. А большинство, конечно, у нас заняты своими делами и не до района. Жители Нововятска уже 20 лет мечтают, чтобы их парк обновили. Активистка Елена Жолобова рассказывает, что раньше здесь было много развлечений, но сейчас это больной уголок микрорайона. Поэтому горожане решили взять благоустройство парка в свои руки. Для начала сделать большую детскую площадку. То есть будет здесь и для малышей, и для подростков, и для ребят дошкольного, школьного возраста. То есть большой комплекс, качели, горки. Хотим поставить тарзанку, восстановить старую советскую карусель. То есть мы хотим, чтобы именно для всех возрастов, в том числе для взрослых даже здесь было интересно. Проект детской площадки в ЛПК тоже выиграл грант. С населения нужно собрать 400 тысяч. И снова проблема. Жители Нововятска неохотно сдают деньги. Поэтому активисты устраивают акции по сбору средств, продают сувениры, шарики и блины. Все равно напряжемся, все равно какие-то, может быть, придумаем еще варианты, пойдем по квартирам. Будем еще раз напоминать людям, что это нужно, важно. То есть эти деньги все равно нужно собрать, потому что, ну, иначе, как бы, враги чего тогда все это делать, если на самом финише, в общем-то, сходить с дистанции. Сходить с дистанции не хочет никто. Поэтому пока еще остается время, руководители проектов будут делать все возможное, чтобы собрать недостающие суммы. Анастасия Шерстнева, Александр Брызгалов, Даниил Кочкин, Бюро новостей Дайвича.